СВЯТЛАНА КНЯЗЕВА Разом на ахове правоупрационных профсоюзы Гомельской, Курской и Ленинградской областей обмерковали в опыт двух краин и подписали погоднение. Ауто старые, маршрут новый, энергетики до Дня Незалежности провели ретро-аутопробег. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У святочных мероприемствах из нагоды Дня Незалежности приняло удел больше 93 тысячи человек. З их 60 тысяч у областным центры. Разом выконаць гимн родной краины на пляцовках города собралися 15 тысяч гораджан. При этом буйных правопорушэннях у гэты дзень не зарегистравана. Яшына переда Дні Свята уся милиция региона была переведена на узмоцленный вариант несения службы. Практично 100% особового складу милиции было заденчано подчас проведения урочистостя. Ни на одной из пляцовок, где проходили массовые гуляни, не зафиксовано здоровье. Дело в том, что наши люди-то правосознательные. И они прекрасно понимают, что когда происходит такой государственный праздник, когда такие торжества проходят, то едва ли у кого-то есть желание нарушать общественный порядок и таким образом попадать в тот же специализированный изолятор, чтобы проснуться утром. Тем более, я думаю, что сыграло роль и тот факт, что сегодня у нас рабочий день. И поэтому люди отдавали себе отчет, что после фейерверка в 12-м часу ночью необходимо уже не искать дальнейших приключений, а возвращаться домой. У гэты дни с рабочим визитом у Гомелес находятся делегации профсоюзных объединений у Российской Федерации. Представники Ленинградской и Курской областей сустрелись со старшиней у Гомельского областного объединения профсоюзов Алексеем Неверовым, керовниками галиновых организаций и представниками туристичной сферы. Нагодой для проведения перамоу за круглым столом стало подписание погаднению об супрацовництве. И, коли початок сябровства с Курской в областью был дадзены три годы тому, то Ленинградская – целком новый для Гомельщины партнер. Дарыши до этого, Ленинградская Федерация профсоюзов супрацовничала только с Минском. Гомельщина стала первым регионом, за яким подписано такое погаднение. Проекты обо двух документов были распроцованы загадзе. Сгодно с ними, приоритетным направлением супрацовничества станет туристичная сфера. Узаемный обмен скидками – один из головных кроков. Иншими словами, погаднение даст махшимость працовным нашего региона по ильготным тарифе отпочивать у российских здравницах. Такую ж послугу россиянам пропануе беларусь турист. Причим, окрямя санаторно-курортных отпочинку, беларуський бок пропануе варианты промыслового туризма, який отрымливая усе большую популярность у замежных гостей. Принимать будем с удовольствием у себя. Приглашаем всех. И то же самое будем ездить в Беларусь не только на экскурсию, а на профессиональные мероприятия по обмену опытом, на оздоровительные мероприятия с тем, чтобы обогащать наши взаимные связи. Планы на сотрудничество между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, а также и Курском, очень большие. В первую очередь, это, конечно, на той площадке оказания услуг, в первую очередь, туристических и по оздоровлению, что мы запланировали в своем соглашении, описали. Это первое. Второе. Обмен опытом по правозащите работников и членов профсоюзов и одной, и второй области, а также наши. А также культурно-массовые работы, которые, в принципе, неотъемлемая часть нашей профсоюзной работы. А сегодня делегации профсоюза у Курской и Ленинградской областей наведали промысловое предприемство Гомеля. Тут они ознайомились с работой по социальной потребности прационных. Первая в программе – кондитерская фабрика «Спартак». Ее продукция доброго дома за межами Беларуси, а особливая сирот российских споживцов. Гостей на предприемстве цикавить усе – от организации вытворшего процесса до умов працы. Особливая увага – социальным гарантиям, предугледженным коллективным погоднением. До прикладу, кожный работник мае медицинскую страховку на 2000 рублей. 500 рублей выделяются в вынику на роджение детяти. А кроме этого, предугледжены 30% скидки на бытё путёвок у санатория Беларуси и бесплатные поездки на экскурсии. Замежные гости обзначили высокий узровень профсоюзной работы и вызначили на керунке, где можно перонять беларусский опыт. Мы завидуем технологиям, которые существуют здесь, соблюдение всех норм производства, охраны труда, техники безопасности, но и уровень зарплаты достаточно того, чтобы можно было обеспечить достойную жизнь. Вернемся до святочной темы. Сопрацовники республиканского унитарного предприемства «Гомель Энерго» с на годы Дня Незалежности провели ретро-аутопробег. Маршрут пролягал по Анараулянским и Ельским районах. Гости наведали памятные мястины гэтых полеских регионов. По традиции, в святочные дни энергетики отдают зданину памяти загинувшим на фронтах Великой Айчинной войны. Вселетняя поездка шостая по лику. Починаючи с 2012 года, у дельники автопробега наведали Брагин, Хойники, Лоев, Карму, Чачерск и поселок Октябрьске. Кожный год новый маршрут, але повсюд на колонну раритетной техники мясовые жахары витают радушно и запрашают приехать знов. По традиции, энергетики привозят с собой подарунки для детей. На этот раз ключи от мотоцикла передадены в учням Нараулянского Державного Профессийного Лицея, а от автомобиля ГАЗ выхованцам Ельской детяшей юнацкой спортивной школы профсоюзов работников АПК. Финальной кропкой автопробегу под девизом «Замоцную и квитнеющую Беларусь» стало выступление заслуженного аматорского коллектива «Скарбонка», який працует при гомельских тепловых сетках. Самое главное, мы хотим подарить праздник. Праздник не только себе, но и тем людям, куда мы приезжаем. Вы можете посмотреть, какая техника, то есть очень уникальные антикварные вещи у нас здесь. Всегда очень много эмоций, для детей особенно, не забываем свои корни. И всегда с нами вместе наши партнеры. Это и общество воинов афганцев всегда. И, конечно, мы, приезжая, всегда не забываем наших ветеранов. Подробный репортаж смотрите в наших вечерних выпусках на телеканале «Беларусь-4». Лето – пора, якую школьникам треба провести весело и с корыстью. Все лето в Гомельской области организована работа больше, как тысячи оздоровленных лагерей на базе установы «Эдукации». Их наведают свыше 33 тысячи навученцев. Формы летней занятости самые разные. Утым лику профессионная ориентация и працованная деятельность. У летние лагеры отправились наши корреспонденты и высветлили, чему отдают перевагу дети и педагоги. На них заводится трудовая книжка, оформляется договор. И по прошествии 9 дней, это период, когда работает профильный лагерь, как правило, 9 дней, дети смогут получить свою первую заработную плату. Размеры заработка колеблются от 20 рублей до примерно 100 рублей, где-то там 120-150 рублей. Все зависит от фронта выполняемых работ, от их сложности, безусловно. Как быть заличенным в операционный лагерь, достатково жадания и заявы. А еще важно не мырновать час, бо места значительно меньше, чем жадающих их занять. Наученцы у Варовецкой средней школы Будокашилевского района до прикладу идут на подмогу мясцовых господарцам. Мы делаем большое дело для родного колхоза. На поле есть основная культура, есть примеси. Основная культура на этом поле – это пшеница. Есть еще третий калий, и их надо эти примеси вырывать, потому что если проверяют зерно, и там есть примеси, то могут не принять. Я работаю для того, чтобы осуществить свою мечту. Я хочу купить себе зеркальный фотоаппарат. Оздоровленшие працованные лагеры сприяют на бытю практичных умений и навыков. А кроме этого, они приносят корысть подлеткам, калиперат ими наибольшего острова повстают пытания взносиного наладживания стосунков с одногодками и батьками. При великой разностаенности пропонованных профильных лагеров варта особливо отзначит тыя, что працуют в рамках проекта «Профессийные каникулы». В чем изюминка этих лагерей? В том, что ребенок, который зачислен в этот лагерь, примеряет на себя различные профессии. Ходит на предприятия, посещает учреждения высшего образования, профтехобразования, пробует себя в качестве повара, в качестве техника, в качестве инженера и по итогам вот этих девяти дней защищает свой проект. Кем я хочу стать в будущем? Усягоу школьную оздоровленную кампанию, в золиком усих профильных лагеров, плануется притягнуть больше за 33 тысячи детей и подлетков. И яки б на керунок не обрали школьники, ясно одно – лагерная змена да поможет детям знайстись об ров, открыть в себе новые здольности, стать мацней духовной и физичной. Наталья Игнатенко, Ганна Корольчук, Сергей Лукашук. Телерадоакампания «Гомель». Гэты и инши новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд» с новинами спорта у вас познаемец Максим Савин.